Плацкарт Ну и по ощущениям это все плюс 50 Особенно когда ты тягаешь что-то тяжелое И пытаешься закинуть на третью полку Кстати по многочисленным просьбам Я решился все-таки взвесить велосипед В полном экипе И угадайте какая цифра на весах показала На самом деле велик Со всем всем что сейчас на нем находится Весит порядка 31 килограмма И что самое смешное При этом у меня постоянно Возникает два чувства Первое это то что я взял сильно дофига всего И второе это то что я обязательно что-то забыл Но избавиться от этих чувств помогает чек-лист Который я кстати прикрепил к предыдущему видео И обязательно прикреплю к этому видосу тоже Поэтому когда собираетесь Обязательно пользуйтесь чек-листом Эта штука вам очень сильно поможет А вот и Вовчик Ну что ты готов? Всегда Прибыл третий участник экспедиции Сергей здравствуйте Как ваше настроение? Готов Не все взял но готов Осталось дождаться Леху Еще один наш участник на жирном велосипеде Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем вот так выглядит велосипедный чехол Влезу он кстати к удивлению практически полностью Вот только чуть-чуть руль торчит При том что это 29 колеса плюсовые Для чехол по идее рассчитан просто на МТБ обычно Ну вот и Алексей Оу легкий такой чехол прикольный Смотрите В общем-то технология погрузки очень простая Сначала заносят самые легкие велики И они размещаются вверху на полках для багажа А самые тяжелые заносятся в последнюю очередь И ставятся внизу в пароходе Как я и говорил два велика сверху это самые легкие И два самых тяжелых внизу Ну и у нас здесь выкуплены все четыре места Поэтому одно у нас под груз идет И на трех мы будем спать Фух В процессе этой процедуры теряется грамм по 300 с каждого Хорошо хоть окно открыто У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u пацаны заказали пиццу прямо в вагон шикардос вот это лакшери оля-ля горяченько доброе утро мы десентировались успешно в ворохте сейчас будем собирать наши велосипеды вешать на них экип самая сложная часть первой части путешествие завершилось мы с поезда уже вышли вечером вчера конечно был адский жаркий попарились знатно вам веники надо выдавать многие люди едут отдыхать сразу парились уже на входе на самом деле билет в баню сколько 250 гривен не так уже и дорого сетки как а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok За углом новая почта, мы сейчас покушаем и отправим наши велочехлы сразу в конечную точку Ну и здесь при входе можно было поставить вот так удобно велосипеды Заказали сразу национальной карпатской еды, дыруны, все как положено Так что сейчас поедим и в путь Теперь вторая часть нашей утренней миссии Отправляем все велочехлы сразу в конечную точку Для того, чтобы не тянуть с собой по лишнему килограмму Ну у Лехи самый легкий чехол, он счетерил А у нас покилошечки анрайдовские такие Вронячие, в них удобно паковать, но блин, весят они дофига и занимают очень много места Четыре кило? Нормальный такой вес, поэтому избавимся от него и будет хорошо ехать Вот так пять минут и наши чехлы уже будут нас ждать через пять дней в нашем конечном пункте Тянуть нам их уже не придется и это очень радует Ну и в принципе мы уже практически готовы выдвигаться С исключением одного момента Обязательно нужно вот употребить на себя защиту от солнца В противном случае можно очень об этом пожалеть Можно ехать вот так в полностью закрытых штанах В длинном рукаве, но блин, в черном наверное будет жарковато, не? Ну я уже ездил, нормально было Я тоже хотел взять себе с длинным рукавом что-то, но к сожалению ни у кого не оказалось Только там три четверти, а три четверти мне погоды не сделают никакой Поэтому на следующий раз наверное рукава отдельно надо будет покупать, которые надеваются Говорят, что они спасают А вовке вот надо тройным слоем, потому что вовка у нас Только 50 У меня 30 50, это для меня Если вы такой же как вовка, 50 И лицо надо мазать И левое, и правое О, кстати, кстати Да, еще долго мы собраться не могли, но ничего Набираем во фляге воду и будем выдвигаться Ну что ж, последние приготовления уже завершены Маршрут я уже загрузил И выдвигаемся наконец-то в путь Наши ваху уже готовы к бою У Лехи уже стартанул, а теперь старту и я Погнали, по коням Здорово Вот уже нас встречают свои Только мы стартанули И нас приветствует Карпатский микроапхилл Сразу вот, не отходя от кассы Через переезд Кстати, переезд мне нравится, как сделан Отличные рельсы Стыков почти нет Главное успеть переключить Передачу Потому что сразу встречает градиент В порядка 7% Это так чисто для разминки Вообще за сегодня мы планируем проехать 90 километров или около того У нас будет хороший спуск Будет затяжной такой же хороший подъем И в конце нас ждет такой достаточно жесткий торч Там мы планируем разбить наш лагерь Переночевать Ну и продолжить путешествие завтра Я вот ехал, думал, чего я забыл А сейчас я понял, что я взял с собой пульсометра Забыл его надеть Хотел посмотреть, какие все-таки нагрузки Буду испытывать в этом путешествии Потому что все предыдущие разы я ездил без пульсометра Ну и адекватно оценить степень усилий Было достаточно сложно Поэтому сейчас в ближайшем теньке где-то остановимся Дождемся Леху заодно И надену пульсач Посмотрим, что оно как По цифрам Вот ребята тоже немного турят Но с рюкзаками Лично я бы с рюкзаком Наверное бы не вывез ехать Потому что спине сразу гайки Уже лучше всего на велике Дорогу тут, конечно, построили просто шикарную Это, блин, автобан Причем свежая Вот даже трава еще не успела никакая вырасти Свежий, свежий асфальт И он как зеркало прямо Классно, что большая часть маршрута будет именно по такому асфальту По такой дороге Мы по нему доедем до самых интересных мест Ну а дальше начнется Карпатская классика Сначала разбитый вщент асфальт С элементами асфальта и большей части какими-то рытвенными дырками Ну а дальше грунтовый подъем на Памир уже непосредственно Вот там будет веселее всего Сделали небольшой пит-стоп в тенечке здесь Перевести немножко дух Надел пульсометр У меня 140 пульс Я думаю, что на подъемах будет 160-170 где-то Но по ощущениям вроде бы как даже меньше Потому что пока что крутить нетрудно Мы зарядились нормально на завтраке У нас есть с собой батончики Всякие фитнес-нефитнес, протеиновые Короче говоря, нужно ехать и постепенно подкидывать в топку Для того, чтобы не офигеть раньше времени Сейчас мы приближаемся к первому Такому достаточно серьезному перевалу на нашем пути Называется он Крывопильский перевал Высоту не помню, посмотрим уже на горе Но местяк очень кайфовый 224 метра уже подняли У нас практически финальный рывок До верхушки первого перевала Фух Хорошо, что есть диапазон по передачам И я уж точно не пожалел, что поменял 30-ю на 28-ю спереди Она тут как нельзя, кстати Крывопильский перевал 1013 метров А дальше нас ждет офигительный спуск Готовы отдыхать? А вот на ту гору мы как-то с Настей ходили вместе Отдыхали тут рядом За Крывопильским перевалом И вот туда наверх поднимались Мы еще тогда в плане походов были совсем зеленые Не взяли с собой ни воды толком Ни еды Короче говоря, мы так порядком подофигели с этого похода Хоть он и недолгий был Теперь таких ошибок не повторяем Ну а вы, чтобы не повторяли моих ошибок из первых путешествий Качайте чек-лист в описании к этому видосу Обязательно Такие малые уже на таком ровере серьезном, да? Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жара, конечно, просто невероятная Блин, я буквально на минут пять остановился для того, чтобы подснять, как ребята проезжают мимо Меня так поплавило, что даже холодная вода, ледяная с родника, не сильно помогла А тем временем мы проехали уже 20 с копейками километров Один перевал преодолели И осталось еще 70 километров ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто царский кусочек дороги в теньке Блин, было бы, конечно, круто, если бы почти вся дорога днем была в теньке Вот так под деревьями Это прямо максимальный кайф и комфорт Но солнце все-таки жарит очень кисло Тем временем мы уже проезжаем в Верховину Проехали мы около 35 километров за сегодня Кстати, по набору пока всего 305 метров То есть у нас впереди еще 600 Основной набор еще нас ждет Но главное, что сейчас, пока идет спуск, мы фактически отдыхаем Ну а в этот раз я решил поехать все-таки по форме Потому что я подумал, что не хотелось бы, чтобы мне что-то там натирало в обычных трусах, шортах Хоть я и еду на Бруксе, но это же не кожаный Брукс, а Камбиум А он имеет интересные свойства По крайней мере, у меня он работает следующим образом Когда я еду где-то по оффроуду, где есть кочки То он становится очень мягким, комфортным, податливым Но как только я еду по вот такому плашмяку То он становится каким-то жестковатым Ну а в памперсе этот эффект нивелируется Я уже вот как бы 35 километров проехал И чувствую себя в максимальном комфорте Как я и говорил в видосе про подготовку к путешествию В этот раз я тоже еду на контактах Взял велотуфли Горно Гревел 2 Это новая модель Она немного дешевле и попроще, чем мои Гранит 2 И честно говоря, я ожидал, что в них будет жарковато Из-за того, что на носке только одна сеточка, а не две Но по факту оказалось, что в них очень комфортно ехать Ноги не потеют Я не знаю, как они это сделали Но, блин, я доволен Вторая штука это то, что я сомневался в том, что липучки мне зайдут Потому что когда ты едешь долго, нога начинает дотекать И постоянно приходится эти застежки перестегивать Ну, это немного напрягает Но у этих тапок же есть технология с резиновой вставкой Которая позволяет расширяться ноге И, соответственно, не нужно перестегивать их и так далее И, честно говоря, я немного сомневался Сработает ли эта технология на обуви с липучками Но вот мы сейчас уже крутим полдня и никаких проблем Субтитры создавал DimaTorzok Ох, пацаны, нашли офигительное просто место Где можно пообедать и искупаться Это просто кайф Я вот этого ждал уже целых 40 километров И, наконец-то, мы добрались до офигенной речки О-о-о-о, да ты шо Вот это кайф Блин, а течение сильное Меня уносит прямо Нифига Пацаны, я так заплыву Вода просто офигенная Я думал, что будет ледяная, но она суперовая Непередаваемое ощущение После полудня вкручивания на жаре Нырнуть в горную речку А Лёха, кстати, взял вот такой огромный Ну, это не джетбойл, но типа джетбойл На сколько здесь? Полтора литра? Кило 600 Кило 600 То есть мой в два раза меньше, чем этот Ну, это понятно У Лёхи там баул такой, что мама не горюй Туда я мог бы сам влезть В одну штанину В другую штанину Серёга, например Так бы ехали По очереди бы с Лёхой менялись местами И на одном велике можно было бы спокойно Так же и доехать на самом-то деле Из еды у нас сегодня Вот Лёха взял кускус с телятиной Хэппи-елка У тебя кто? У меня гороховая каша Гороховая каша Ну, а я не буду изменять своим традициям И если сейчас правильно найду То возьму грибной суп-пюре Это мой любимый суп-пюре Из того, что есть у Хэппи-елк Как я и говорил Запас еды на первый день У меня лежит в левой боковой сумке В самом верху Вот мы её открываем Я, конечно, мог не угадать В плане суп-пюре грибного Но сейчас посмотрим Так, это у нас цебулевый крем-суп Это новая штука Короче, её, наверное, сейчас и попробую Французский цебулевый крем-суп Думаю, что это должно быть вкусно Так, теперь мне нужно достать мою вилколожку Которая находится тоже с левой стороны У меня тут, как я и говорил Роллтопчик с двух сторон Здесь и чашка, и ложка-вилка Та-дам! Вот такая штука Это Light My Fire Например, чехол не от этой вилки А от Настиной Потому что в комплекте с титановой вилкой Чехла не идёт А пластиковую можно купить с чехлом Но так как титановой вилкой Больше шансов где-то что-то продырявить То я её всё-таки в чехле вожу А вот так эта штука выглядит Очень лёгкая И главный бонус в том, что она практически не нагревается Ну и можно ей что-то там поколбасить Порезать и так далее Штука удобная Рекомендую, сам пользуюсь Уже второй год Субтитры создавал DimaTorzok Ничего так Конечно, не грибной суп-пюре Который, я считаю, лучше Но тоже очень вкусно Сытно, вкусно перекусили Покупались Отдохнули А теперь можно приниматься за работу Потому что у нас впереди затяжной и жёсткий обхильчик Ещё и велики надо выталкивать наверх на дорогу Я, конечно, пока собирался Жёстко провтыкал И не взял плавки Поэтому пришлось купаться в трусах Но их же надо где-то сушить Ну и самое лучшее место, которое я мог найти на своём велосипеде Чтобы эффективно и быстро высушить трусы Это руль Точнее, на рульная сумка Со стороны, наверное, вообще смешно смотрится Чуваки на великах С такой кучей всяких баулов и так далее Ещё и трусы наперевес Зато сейчас высохнут просто моментально Паху походу перегрелся Почему-то ведёт меня куда-то в бок, объезжает Зачем он так делает, я не знаю Хотя маршрут по прямой И вроде показывает, что мы тоже по треку идём нормально Чё-то ему там не нравится Хотя при этом у Лёхи ваху показывают всё правильно Типа едем вперёд Сейчас посмотрим, перестроится он или нет Это первый такой глюк за год использования ваху Когда мне пришлось выключить маршрут И перерестартануть его заново Для того, чтобы он снова поймал трек Не знаю, с чем это связано Но вот так вот произошло Первый глюк на ваху Мы официально достигли той точки, где заканчиваются практически все спуски И начинается подъём Подъём достаточно длительный И, блин, он зеркальный просто тому, что мы сегодня спускали Так что растянется это мероприятие чуть на дольше, чем мы это себе представляли Кажется, дорога всё У-у-у-у К pass У-у-у-у Ура-а-а Наконец-то Та-та-та-ра-та-тата Офигенный автобан Та-та-та-ра-та-тя-та Кто на сороковой резине там убан Кайф Правда машины пылюку поднимают Но хоть ехать веселее стало Вовка, тебе как? Надо приспустить Приспустить, приспустить Скорее, Вовка А то песни петь неловко Вот теперь нормально ехать Единственный минус заключается в том Что мы теперь дольше будем ехать Вовка, хочешь прикол? Да Нормальная дорога с той стороны речки Ну как переедем на ту сторону Так и асфальт Кто ж знал, что асфальтированная дорога с той стороны Блин, чуваки, я вот сейчас реально нереально Кайфанул от этого велика Потому что когда он едет груженый Он становится еще мягче И блин, я по вот этим выбоинам Тулил 27 км в час И даже не чувствовал ни единого камушка Это невероятно просто Как будто на двухподвесе тулишь Максимально кайфовый Вот это его родная стихия Спецучасток заканчивается Снова нас приветствует Карпатский асфальт И мы будем сейчас поворачивать направо Переезжать через реку Вот по этому мосту Сразу в Черновецкую область Субтитры создавал DimaTorzok У нас есть вероятность пробития Сейчас будем проводить инспекцию А для этого Вова нашел укромный уголок Классно, когда цепь на парафине Саня сейчас взял, цепь снял с кассеты А пальцы чистые Вот это вот По сравнению с тем, что происходит Когда ты берешь цепь на обычном масле Просто, блин, кайф Никогда так не делай Сразу видно, кто мастер А кто фломастер? Леха моментально справился с ситуацией Вот такая маленькая иголочка А скорее это кусок проволоки Очень часто такие проволоки вылетают Из покрышек грузовиков Ну а тут лесорубы постоянно ездят Поэтому неудивительно Сейчас вынимем ее У нас есть вот такая штука Ганза А почему не Лезерман? Дорого-богато Стандартная ситуация Но благо у нас есть герметик в камере И вот такой здоровый насос Причем с манометром И со шлангочкой И можно наступить Короче, ультраудобная штука Короче, тут все не так просто Здесь еще и змеиный укус поймал Саня То есть мало того, что проволока туда попала Так еще и где-то ободом коцнул Хорошо, что там только одна дырка от змеиного укуса Почему-то пробилась И мы сейчас легко заклеим Потому что если бы было две дырки То нужны были бы очень маленькие латки Чтобы одна на вторую не налазила Потому что иначе очень сложно было бы заклеить Серега за сегодня загорел Короче, часы, блин Теперь ты всегда будешь знать, который час Если тут циферки нарисуешь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На камеру, походу, не видно Но тут этот, блин, грузовик Такую пылюку поднял Дышать невозможно А теперь еще и в апхил подниматься Вот это засада Так как в половине сел, которые мы сейчас проезжали Даже не было магазинов Мы решили в следующем, в котором мы увидим магазин Заехать, затариться водой В итоге у меня полностью набитые фляги То есть это 2 по 0,5 2 по 0,7 И тетка нашла у себя пустую бутылку двухлитровую С такой прикольной ручкой Благодаря которой ее получилось разместить у меня На флягодержателе для полтора литра Не знаю, выдержит ли эта ручка Но я очень надеюсь, что если она оторвется То я не навернусь А еще мы сейчас едем с Лехой Думаем, что так у меня скрипеть начало То ли подсидельная сумка, то ли педали А нет, это проминается бутылка И сдает этот скрежет дурацкий Кстати, с учетом добавленной воды Велик прибавил в весе порядка 4,5 килограмм Это значит, что папилат сейчас весит 35 А мне его еще в гору толкать Там Леха молока хотел, надо было, кстати, надоить Но уже по времени, к сожалению, не успеваем Так бы вечернюю дойку бы устроили Ух, надоили бы Полные ведра А еще тут местами этот запах Не знаю, он мне знаком с детства Запах разжаренного какого-то битума Или что-то типа того Как в селе от дорог пахнет, когда солнце жарит Там плюс 35 И вот здесь это местами тоже присутствует И сразу всплывают какие-то воспоминания детские И в том числе воспоминания о моей первой поездке в Карпаты К моему другу Оресту, его бабушке в Шешуры Наверное, с того момента я Карпаты и полюбил Такие дороги мне нравятся больше Здесь все чаще появляются спецучастки Прямо для моего трактора Ребята, конечно, не будут рады таким обстоятельствам Ну а мне что? Он просто плывет Вов, ты рад? Что-то я не вижу радости на лице Вова Субтитры создавал DimaTorzok Что ты, Леха, молока хотел? Будем доить За сегодня пройдено уже 80 километров Сейчас 8 часов вечера И где-то уже совсем скоро Начинается подъем к предполагаемому месту разбазирования А вот посмотрите на количество пыли Это просто жесть Она белая Хотя она черная Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вымотались уже все Нужно немного сахара на последний рывок Поэтому Пепси, Сникерс И этого должно хватить 12% Отличное завершение дня Тем более, что солнце уже практически село Как и моя внутренняя батарейка В общем, что я вам скажу, друзья Маршрутец, конечно, кайфовый И отдельное огромное спасибо Боди Лазинскому За первую его часть Для огруженного байка Готовьтесь Нужна хорошая физуха У нас уже 820 метров набора И у меня уже ушло 4500 калорий Что, согласитесь, немало Ну, в принципе, сейчас выезжаю В оранжевой пульсовой зоне Так что Эта часть подъема Не такая уже и сложная А вот предыдущая Там, где 12 градусов было То я, конечно, в красной зоне ехал Вон овечки Да, усталость уже чувствуется Общая такая Мы уже практически доехали до нашей полянки На улице уже Достаточно прохладно стало 18 градусов Согласно ВАХу Нет, я не жалуюсь Ехать офигенно как раз в горку Но дело в том, что Когда мы доедем до полянки этой То лучше будет Сразу что-то накинуть теплого И заварить горячей еды себе Высокогирный песс И вы посмотрите на этот закат Я, конечно, понимаю Камера вообще Толком не передает это все дело И, к сожалению, мы Не успели до того момента Пока солнце не спряталось из-за горы Я очень хотел успеть И снять для вас таймлапс Увы, не успел Поэтому надеюсь, что С поляной будет Вид на красивенный рассвет И я смогу компенсировать Потерянный закат Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот этот торч Добил меня просто Мы наконец-то приехали Это был охеренный первый день Нашего путешествия 993 метра подъема Сейчас 18 градусов Мы проехали 90 километров За 6 часов Со средней 15 И я сжег 4844 калории По шлему, который у нас всех вытащили Динь-динь-динь-динь-динь И киоск Ну что ж, друзья Это был интересный И классный день Я думаю, что мы все Кайфанули Максимально круто Но нам уже пора ложиться спать Потому что завтра будет еще более крутой день И еще более крутой подъем Короче, чтобы вы понимали Обстановка следующая Час 24 ночи